Мы продолжаем. Добрались мы незаметно до легендарных людей, лицедеев. И я приглашаю на эту сцену моего земляка, ленинградца Роберта Городяцкого. Роберт! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok – это только я pursue водичи Лицедеев – это Николай Терентьев, который здесь где-то в 뉴스 сидит Еще из нашей студии можно было приехать из Питера Евгений Телечеев. Наверное, ты не приехал. Не приехал. Не приехал? Нет. Бандит. К Рудольфу Евгеньевичу меня вела невидимая судьба. Это мои блага. Средняя попала. Еще в будущем самодеятельности я пришел в Ленинградский дворец моряков в цирковую студию. Его открывала и руководила Александра Васильевна Воронцова. Вы видели ее в ролике, где Рудольф Евгеньевич ходит по проволоке, и она его с ним шамблирует. Александра Васильевна тогда была где-то под 60. Она элементарно делала фляги, повесила в студии свободную проволоку, которую я успешно оформил, освоил через полгода. Но, тем не менее, потом, когда я услышал о студии Славского, я пришел в дворец Ленинградского совета и познакомился с людьми. Первый советский профессиональный мим Борис Агешин, который, к сожалению, не смог приехать. У него сильная астма, у него подиинфарктное состояние. Но я мало видел мимов, владеющих такой феноменальной техникой. Анатолий Елизаров, Эдуард Тишкевич, если потом покажут видеололик, там он есть. Эрик Тишкевич первый, кто из мимов взял в руки зонтик и использовал его, когда в зонтик дует ветер, и он уходит. Когда Морсель Морсов увидел этот номер, он сказал, я всю жизнь перетягиваю канат, а не использовал этот трюк в своем искусстве. Кто еще? Огромное количество Зульф Генч породил последователей. Нина Большакова. Если помните, фильм, она поет в фильме «Всем на дно». Ниночка живет в Ленинграде сейчас. Тоже была в первом наборе студии Пантомима. Толь Елизаров. Елизаров, Езаев, Елизаров, кто еще? Ну, по всему миру. В Америке живет Гриша Гуревич, легендарный Григор. Может быть, его покажут сегодня. У Григора, у Гриша Гуревича была своя большая группа, которая называлась «Весеннее настроение». Они работали, первое отделение, в спектакле Аркадия Сакчирайкина «Симофон» или «Светофон». Не помню. «Симофон». Светофон. Светофон. Вот. Они принесли очень много интересного на эстраду Гриша Гуревич и Гарри Годз. Мы их шутку называли «4Г». Они, во-первых, сняли черное трекло, одели нормальные костюмы, сделали фехтовальчиков, сделали очень много интересных номеров. И сейчас очень много их последователей живут и в Америке, и в России. И мы с удовольствием часто встречаемся. Что еще? Что еще? Может быть, Коля Терентьев что-нибудь скажет? Алло, Николушка? Меня всегда, когда я встречаю старых друзей, говорят, а Николушка приехал? Сейчас он приехал. Николушка? Николушка? Коля, мы не будем оперные повседелки? Не, но если народ в Кавальбе? Я сам с царской подумал об этом номере, потому что я его сто лет не делал. Вот. Еще вам покажут интересный видеоритериал. Еще, я надеюсь, Слава Павловна скажет пару слов. Еще, наверное, много народу будет здесь вспоминать добрыми словами Адольфа Евгеньевича Славского. Адольфа Евгеньевича Славского. Ну, не только, когда я говорю про Петербург, а про Москва тоже, но потом переехал. Все они сейчас знают, конечно. И после того, как он уехал, нас организовала студия. И мы долго занимались, и вот случился уже коллектив там с идей, потом закончился с идей. Сейчас мы работаем со Славой Павловым, величайшим человеком. Никогда не думал, что фонтаристы пользуются микрофонами. Мы же не мимы, мы же клоуны. Никогда не думал, что клоуны пользуются микрофонами. Встреча ветеранов и мастерат. Вот память помнит, кто откуда выходил. Встреча ветеранов и мастерат. Клоуны. Питап. 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok